Сомнения в официальной версии у многих возникли сразу же. Пентагон еще горел, а журналист CNN в прямом эфире с места событий сообщил, что не видит никаких признаков того, что в здание врезался самолет. Насколько большая часть самолета попала в здание? Как могло показаться, но я все изучил с достаточно близкого расстояния и не нашел никаких следов того, что хоть где-то рядом с Пентагоном упал самолет. Повреждения есть только в стене Пентагона. Обломки настолько мелкие, что их можно подержать на ладони. Нет никаких больших фрагментов воста самолета или его крыльев, или фюзеляжа. Ничего такого нет. Нет никаких свидетельств того, что в Пентагон врезался целый самолет и обрушил секцию здания. Вы видите, что межэтажные перекрытия рухнули. Но это произошло не сразу, примерно через 45 минут после того, как все началось. Отсутствие фрагментов самолета потом объяснили так. Все сгорело, кроме штурвала и черного ящика. На вопрос, почему, судя по размерам пролома, Боинг вырезался в здание, как будто сложив крылья и убрав двигатели, ответили – у вас паранойя. В районе Пентагона немало видеокамер, но только спустя пять лет опубликовали лишь эти кадры. Снятые в низком разрешении с задержкой, они не убедили скептиков. Многие, в том числе военные, продолжали настаивать. Такие разрушения характерны для взрыва ракеты. Я не только визуально оценил повреждения, я провел замеры самолета, длину его носовой части, положение крыльев в момент предполагаемого столкновения, изучил глубину повреждения здания Пентагона и пришел к выводу – ту дыру в здании сделал не самолет. И я – самый высокопоставленный военный США, который заявил о своих сомнениях публично. Я не говорю, что это было, потому что у меня нет доказательств, но я могу доказать, что это был не самолет. В проломе была найдена турбина, похожая на турбину ракеты. 10 сентября, за день до терактов, министр обороны Дональд Рамсвельд публично объявляет, что у его ведомства серьезные финансовые проблемы. Пентагон не может отчитаться, на что потратил почти 2,5 триллиона долларов. Чем не повод выпустить по штабу ракету, считают конспирологи. После взрыва, а разрушенные были офисы командования военно-морских сил, про недостачу забывают. Не до того. Наоборот, бюджет увеличили. После 11 сентября никто не понес ответственность. Никто не был уволен, никто не сел в тюрьму, никому даже выговор не объявили. Мы знаем, что были сигналы и признаки того, что может произойти атака. Никаких шагов для предотвращения не было сделано. Степень безответственности такова, что даже спустя 15 лет это подозрительно. Не меньше вопросов у экспертов вызвал характер разрушения в Нью-Йорке. Самолеты уже таранили там невоскребы. Но последствия были несопоставимы с 11 сентября. В 1945 году бомбардировщик врезался в Empire State Building на 73 этаже. Этот невоскреб был самым высоким строением того времени. Выгорело два этажа. Потушили за 40 минут. Здание стоит до сих пор. Но помимо знаменитых башен-близнецов, 11 сентября ведь рухнуло и соседнее, так называемое здание номер 7, тоже относящееся к Всемирному торговому центру. Боинги террористов его не задели. И даже вспыхнувшие в нем местами пожары явно не представляли серьезной угрозы. И тем не менее, оно вдруг рухнуло, как подкошенное. Если здание, несущая конструкция которого, состоит из 80 колонн, вдруг ровно обрушается со скоростью свободного падения, не встречая никакого сопротивления, это говорит о том, что все колонны на всех этажах вдруг одновременно перестали существовать. Этому может быть только одно объяснение – взрывчатка. А официальное расследование сказало, что 47-этажное здание упало из-за пожара. За сто лет существования небоскребов ни один не рухнул из-за горящих столов и бумаг. Но даже если представить, что такое возможно, здание не упало бы идеально, как по линейке. Был бы какой-нибудь крен. В документальном фильме, который выпустил Ричард Гейдж и его коллеги, наглядно сравнили два события. Слева – кадры обрушения здания номер 7 Всемирного торгового центра. Справа – контролируемый снос саперами старой гостиницы. Что называется «найдите 10 отличий». По словам экспертов, противоречит законам физики и официальная версия падения башен Близнецов. Это балка Северной башни Всемирного торгового центра. Специалисты говорят, что сталь такой толщины оплавится, если на нее будет воздействовать температура примерно 1500 градусов по Цельсию. Горящий авиационный керосин Боинга дает лишь 800. Почти в два раза меньше, чем могли выдержать конструкции небоскребов. Комиссия не нашла в разваленных следов взрывчатки. Но напрямой вопрос от коллег-активистов. А вы искали? Честно ответили – нет, такой задачи не было. Три башни Всемирного торгового центра были разрушены серией взрывов с использованием термитных смесей. Мы собрали коллектив экспертов из 2500 архитекторов и инженеров и требуем нового расследования. Группа из восьми ученых из разных стран провели исследование образцов, собранных в четырех разных местах башен-близнецов и обнаружили следы нанотермита. Нет никакого объяснения, как это вещество оказалось в руинах башен. Оно может быть произведено только в самых современных армейских лабораториях. Его используют военные, чтобы прорезать сталь. И оно никак не должно было оказаться во Всемирном торговом центре. В официальной версии событий много моментов, дающих почву для конспирологических теорий. С полтора месяца до теракта весь Всемирный торговый центр за 3 миллиарда долларов взял в аренду на 99 лет, то есть фактически купил, бизнесмен Ларри Сильверстайн. От страховых компаний и от государства он потом получит более 8 миллиардов. Террористы, с трудом освоившие, по словам инструкторов управления, легким самолетом, смогут выполнить столь сложный маневр на Боинге. Невероятным образом во взрыве, который уничтожил небоскреб, уцелел бумажный паспорт одного из угонщиков. Позже выяснится, что попасть в США не помогли американские спецслужбы. Как известно, у ЦРУ и Аль-Каиды давние связи. Консул США в Джиде в своей книге объясняет, что получил инструкции от ЦРУ выдавать визы этим людям, потому что двойные агенты работали и на секретную службу Саудовской Аравии, и на ЦРУ. Все детали этой операции мы не знаем, но знаем точно, это можно знать точно, что участвовали в этой операции несколько секретных служб Соединенных Штатов Америки, ЦРУ и ФБР. Есть для этого доказательства множество. Второе. Участвовали в секретной службе Пакистана, так называемый ИЗИС. Участвовали, как я уже сказал, в секретной службе и правительство Саудовской Аравии. Участвовал МОСАД, секретная служба Израиля. Значит, это был заговор международный, организованный часть администрации Соединенных Штатов Америки во главе вице-президента Дик Ченей и министра обороны тогдашнего, шеф Пентагона Дональд Рамсфельд. Роберт Стил пришел в ЦРУ из морской пехоты, где прослужил 20 лет, в том числе в разведке. В управлении курировал нелегальную работу. Чем именно занимался и где, не рассказывали. Говорит лишь, что трижды выезжал за рубеж. Основное внимание террористическим и экстремистским группировкам. После 10 лет в ЦРУ вернулся в армию, чтобы поставить на ноги разведывательный центр морпехов. Не надо быть профессиональным разведчиком, чтобы понять, в официальную версию событий 11 сентября верить нельзя, убежден Стил. Он уверен, власти и лично вице-президент Дик Ченей сделали все, чтобы теракт состоялся. 13 разных стран предупреждали нас заранее об атаке 11 сентября, когда правительство США узнало об этих планах, вице-президент Дик Ченей, вместо того, чтобы остановить нападение, использовал его. Он назначил национальные контртеррористические учения именно на 11 сентября. Это дало ему контроль над правительством США в тот день. Он полностью обезоружил противовоздушную оборону. Вся система безопасности была отвлечена на учения. Потом он приказал ФБР уничтожить данные о том, что разведывательно-аналитическому управлению были известны личности угонщиков. Он, по сути, использовал теракт 11 сентября, как свой Перл Харбард, начало войны. Военные начали готовиться ко вторжению в Афганистан еще до 11 сентября. Об этом как-то проговорился и бывший глава Центрального командования вооруженных США Томми Фрэнкс. Теракт, как предлог, которого ждали. Теракты 11 сентября были использованы для того, чтобы отмыть 250 миллиардов долларов, которые вернулись в государственную финансовую систему из секретного фонда под названием «Черный орел». Начало этому фонду положило золото, захваченное нами у Японии во время Второй мировой войны. У Дика Чейни были тесные связи с компаниями Хеллибертон и Келлог Браун и Рут. Он их возглавлял, и когда власти использовали теракты 11 сентября как предлог, чтобы оправдать незаконное вторжение и оккупацию Ирака, именно компания, чьи они получали львиную долю военных контрактов, а также доступ к иракской нефте. Теракт 11 сентября изменил весь мир. Война в Афганистане, затем Ирак, Ливия, Сирия – это все звенья той цепи. Концепция, сформулированная влиятельно неправительственной организацией проект «Новоамериканский век», который звучит так, «Лидерство США хорошо как для самих штатов, так и для всего мира, стала доминирующей». Тон Хитфельд, глава американской консалтинговой компании, и он же Андрей Безруков, российский разведчик-нелегал в США, входивший в сеть, выданную в 2010 году предателем, считает, что после распада СССР у Вашингтона началось головокружение от успехов. Только что закончилась холодная война. Для Соединенных Штатов она закончилась пониманием того, что у них соперника больше нет. Они могут делать все, что угодно, где угодно. И, естественно, если в руководящих кругах существует понимание вседозволенности, то регион, который является для них критически важным, и вдруг начинает выходить из-под контроля, а может быть просто им показалось, что нужно усилить контроль над регионом, или вдруг есть такой фактор просто переноса акцента с одного врага на другого, поскольку военная машина и политическая машина сфокусированная на глобальное доминирование существует, а враг обязательно нужен для того, чтобы ее поддерживать, естественно, любая нестабильность на Ближнем Востоке вызывала бы реакцию, ну, давайте с этой нестабильностью разберемся. В самих Соединенных Штатах был принят так называемый патриотический акт, федеральный закон, давший правительству, спецслужбам и правоохранительным органам широкие полномочия по слежке за гражданами, надзору и контролю, резко ограничившие демократические права и свободы, как декларировалось ради безопасности. Видите, как работает ФБР, как работает полиция, в том числе, в общем-то, методами совершенно недемократическими. То есть идет провоцирование людей, которые, в общем-то, очень часто маргинальных людей, которые не понимают, что они делают. К ним подходят агенты, их убеждают в том, что мы являемся якобы представителем какой-то радикальной джихадистской группы, «Ты вот тоже мусульманин, давай помоги нам». Пусть этот обычно очень молодой человек, неопытный человек соглашается, его арестовывают вместе с тем муляжом бомбы, которую ему подсунули. Но последние соцопросы показывают, что только 25% американцев считают, что за 15 лет после терактов 11 сентября в США стало безопаснее. 31% полагает, что уровень террористической угрозы остался таким же, как и в 2001-м, а большинство — 40%. Уверены, Соединенные Штаты стали уязвимы для атаки террористов. Кому было выгодно 11 сентября? Тем странам, которые помогли провернуть это мероприятие, получили дивиденды. Саудовская Аравия американскими руками избавилась в Ираке от Саддама Хусейна. Дальше по принципу домино пошли удары по Сирии, Левии и Йемену. Саудиты таким образом избавились от панорабских социалистов, старой школы, которая их раздражала. Израиль был доволен, что превратил США в такое же исламофобское полицейское государство, каким является сам. Дикчейни и неоконсерваторы резко увеличили прибыль своих фирм. Сильно раздулись бюджеты Пентагона, ЦРУ, ФБР и других спецслужб. Из 850-страничного отчета комиссии, проводившей расследование событий 11 сентября, все эти годы 28 страниц были засекречены. Белый дом категорически не хотел их обнародовать, но полтора месяца назад пришлось. В них речь идет о том, что ряд граждан Саудовской Аравии, имеющих отношение к правительству этой страны, помогали террористам финансово. В пятницу Конгресс США принял законопроект, позволяющий родственникам жертв подавать судебные иски к Саудовской Аравии. В ответ официальный эрриет грозит продать все свои американские активы, а это 750 миллиардов долларов. Президент Обама пообещал заблокировать инициативу Конгресса. Ничего личного, просто бизнес. В Москве арестован полковник Дмитрий Захарченко, сотрудник антикоррупционного главка МВД. Уголовное дело было возбуждено по подозрению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Серьезная взятка. Каково же было удивление, когда при обыске была обнаружена сумма в 9 миллиардов рублей. Я, когда увидел эту информацию, решил, что журналисты спутали миллиарды с миллионами. Но нет, миллиарды. Деньги в долларах. Более 120 миллионов долларов. Если считать на вес, это почти полторы тонны. Вот интересно, Захарченко эти полторы тонны сам в квартиру затаскивал? Или кого-нибудь нанял? Следствие будет разбираться в том, чьи это деньги. Все-таки поверить, что полковник мог набрать столько взяток, невозможно. Думаю, цепочка на нем не заканчивается. В эфире Первого канала «Воскресное время». Я Валерий Фадеев. В Рио-де-Жанейро началась пара Олимпиады. Началась без нас. Российских спортсменов в Рио не пустили. Похоже, никто так и не понял, на каком основании Международный Паралимпийский комитет принял такое решение. Никаких фактов не предъявлено. Чистая политика. Есть и приятные новости. Азербайджан отказался от российской квоты. Из-за того, что наши спортсмены не поехали, освободились места участников соревнований. Азербайджан сказал, нет, нам чужого. Тем более, несправедливо отобранного не надо. Белоруссия поддержала нас российским флагом на открытии Паралимпиады. Российский триколор нес участник белорусской делегации Андрей Фомочкин. Фомочкина сразу скрутили, флаг отобрали. А на каком основании? Между прочим, Россия и Белоруссия образуют единое государство, если кто забыл. Я не юрист, но мне кажется, что белорусский делегат имел право нести флаг одной из частей союзного государства. По-моему, здесь есть основания предъявить юридические претензии Паралимпийскому комитету. Но как бы там ни было, мы говорим спасибо Азербайджану и Белоруссии. Ну а наши паралимпийцы все-таки соревнуются. Да, они в Бразилии, в России. Но у них есть возможность показать свое мастерство. Иван Прозоров продолжит тему. Спасибо. 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 Спасибо.